Здравствуйте, дорогие друзья! 11 апреля 1755 года родился Джеймс Паркинсон. Это английский врач, который впервые в своих трудах описал так называемый дрожательный паралич, который впоследствии в честь него назвали болезнью Паркинсона. Именно поэтому 11 апреля отмечается Всемирный день осведомленности о болезни Паркинсона. Именно поэтому я записываю данный видеоролик и рассказываю некоторые вещи о болезни Паркинсона. Меня зовут Борисов Алексей, я практикующий врач-невролог и я в принципе не претендую на экспертность в вопросах диагностики, лечения болезни Паркинсона, но, как и другой любой невролог, я разбираюсь в этом вопросе, потому что такие пациенты встречаются, диагнозы выставляются, лечение надо назначать и не всегда все врачи обладают хоть каким-то достаточным уровнем знаний. Часто встречаются, к сожалению, ошибки в введении пациента с болезнью Паркинсона. Поэтому я уже делал видеоролик про это заболевание. Ссылку вы можете видеть здесь на экране. И в этом видеоролике в принципе я затрагивал некоторые вещи, но я хотел бы пройтись по ним еще раз. А именно заблуждение в отношении болезни Паркинсона. И главное заблуждение, что тремор, дрожжу в руках равно болезни Паркинсона. Нет, нет и еще раз нет. Тремор в руках может быть при различных состояниях. Он может быть как побочный эффект каких-либо лекарственных препаратов. Это может быть проблема со стороны щитовидной железы. Это может быть такое заболевание, достаточно часто встречающееся на самом деле, как эссенциальный тремор. То есть заболевание, имеющее предположительно наследственную природу, но и по большому счету не опасное и не требующее какой-то коррекции, лечения, если не мешает жизни. Также второй момент. Важнее при болезни Паркинсона нет тремор, а замедленность движений, причем асимметричная замедленность движений. Вначале обычно развивается замедленность движений, ну и соответственно тремор в одной руке, потом в другой, потом присоединяются ноги. При этом тремор в голове, то есть подергивание головы, при болезни Паркинсона, ну на начальных этапах, нетипично. Еще один момент. Болезнь Паркинсона, к сожалению, затрагивает любой возраст и все чаще встречаются варианты раннего развития болезни Паркинсона. И насколько я знаю, даже 40-35 лет это не предел. Болезнь Паркинсона, к сожалению, молодеет. Связано это с разными факторами, но если раньше, лет 20-30 назад, более-менее правильным и вполне достоверным было бы сказать, что болезнь Паркинсона это удел скорее пожилого человека, то сейчас, к сожалению, вовсе нет. Завязано это на экологические факторы и, возможно, на какие-то наследственные нюансы. К сожалению, пока наука до конца не может объяснить все моменты, почему болезнь Паркинсона молодеет. Ну и еще одно заблуждение, которое касается болезни Паркинсона, то, что болезнь Паркинсона не лечится. Действительно, полного излечения при болезни Паркинсона мы пока достичь не можем. Но правильный подбор терапии, правильная разработка тактики лечения, тактики ведения пациента позволяет нормализовать качество жизни пациента и продлить его жизнь на долгие годы. В том числе, можно сказать, что мы на некоторых этапах лечения можем даже полностью нивелировать те или иные симптомы. При этом неправильное лечение или отсутствие лечения даже на ранних этапах сокращает, к сожалению, продолжительность жизни пациента с болезнью Паркинсона, ну и, естественно, значительно снижает качество жизни. При этом среди методов лечения не используются ни какие-либо методики мануальной терапии, потому что это симптоматическое воздействие, которое не поможет затормозить прогрессирование болезни Паркинсона. Не используются какие-либо ноотропные препараты, которые являлись бы базой для терапии именно самой болезни Паркинсона. Они могут использоваться в ряде случаев, в том числе и имея эффект плацебо, но именно для лечения самой болезни они не должны использоваться, потому что используются другие группы препаратов, о чем я уже говорил однажды в интервью с врачом-паркинсонологом. Ну и также есть различные другие методики, о которых я, возможно, не все знаю, но они существуют и также могут применяться. Соответственно, вторая часть ролика. Так как день, 11 апреля, это день осведомления болезни Паркинсона, я сам о ней говорю не очень много, как вы могли видеть. Все ссылки на свои ролики про это заболевание я оставлю в описании к данному ролику. Поэтому я хотел бы рассказать о моих коллегах, которые говорят о болезни Паркинсона и связанных с ней заболеваниях больше. Прежде всего, это Ахмадеева Ульнара Наилевна. У нее есть свой YouTube-канал, у нее есть замечательный профиль в социальной сети Instagram. На своем YouTube-канале она также говорит много не только о болезни Паркинсона, но и о связанных с ней заболеваниях, о том же эссенциальном треморе, о методиках лечения. И я всем искренне советую подписаться на ее канал. Ссылку я оставлю в описании к данному ролику. Также я оставлю в описании к данному ролику и в первом закрепленном комментарии ссылку на ее Instagram-аккаунт. Там все пациенты, которые страдают болезнью Паркинсона и их родственники, конечно же, могут найти достаточно много очень интересной и полезной информации, которая позволит улучшить качество жизни таких пациентов. Но и также хотел бы сказать о своей коллеге из города Иркутска Татьяне Борисовне Бендер, которая также ведет блог в Instagram, посвященный болезни Паркинсона. Она ведет прием в городе Иркутске и если кто-то меня смотрит из города Иркутска и именно имеются какие-то подозрения на болезнь Паркинсона, на связанные с ней заболевания, необходим диагноз, необходима корректировка лечения, то я скорее советую обратиться к ней. Потому что, повторюсь, я не могу назвать себя в полном смысле этого слова экспертом в вопросах лечения и диагностики данного заболевания. Да, я разбираюсь, да, я понимаю, да, я стараюсь отслеживать все современные тенденции в лечении данного заболевания, но при этом мой фокус все-таки смещен на заболевания вестибулярной системы. Поэтому советую двух моих коллег. Это Гульнара Наилевна, она из города Уфа, и Татьяна Борисовна Бендер из города Иркутска. Поэтому всем рекомендую подписаться на YouTube-канал Гульнаре Наилевны, на Instagram-аккаунт Ежа, на Instagram-аккаунт Татьяны Борисовны Бендер. Там вы узнаете больше информации, и я хотя бы косвенно, но поспособствую распространению информации, посвященной болезни Паркинсона. Всем же желаю здоровья, всего доброго, и до новых встреч!